О том, что сейчас происходит возле стен парламента, мы узнаем у Данила Снисера. Он находится на месте, с нами на прямой связи. Даня, добрый вечер. Расскажи, разошлись ли митингующие и были ли еще столкновения с полицейскими? Добрый вечер, Наталья. В перерыве между заседаниями парламента площадь Конституции заметно опустела. Митинг возобновился уже во второй половине дня. Перед Верховной Радой вновь появились колонки и транспаранты. Начали сходиться участники этой акции протеста. Это представители профсоюзных организаций угольной промышленности и сами шахтеры. Их тут было не более 200 человек. Требования свои они не изменили. Главное, это полный расчет по зарплатам с работниками шахт. Все это время здания парламента продолжали охранять полицейские и нацгвардейцы. Никаких провокационных действий шахтеры не предпринимали. Так что митинг уже вечером завершился в довольно спокойной обстановке. Правда, участники акции протеста по домам не разъехались. Эту ночь они проведут в Киеве. А уже завтра утром намерены выйти с новым пикетом по стены профильного министерства топлива и энергетики. Наталья. Спасибо, Даня. Данил Снисер о сегодняшних митингах под парламентом.